всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блунс тд6 и в этой серии я буду проходить нашего еженедельного босса в который у нас там из глубины болот вышел блунариус надуватель чего это его так перевели офигение это все заметил что типа чё а вы давно знали что его называют надувателем пипец конечно так я вот еще ни разу не проходил у нас тут карта коньки конечно новая игра к счастью любого героя можем использовать я сразу же взял бенджамина и здесь мы будем пытаться и посмотрим разницу между сейчас точнее как кто сильнее наш новый парагон обезьяна флип бустер или же босс так непривычно видеть точно этой карте если честно казалось бы но это максимально зимняя карта а сейчас тут еще ну вот и снег и всякие подарки чё тут забыла это дождь я конечно понимаю что он тут появился и за боссом но это максимально у меня сейчас в голове не воспринимается один шар так всего один шар прошел как обидно ну да ладно так давайте мы тут отправим пингвинов на воду воду точнее так два уже быстрее пролетай от ними нам жизнь так давайте его прокачаем чуть-чуть что он хоть как-то получше справлялся блин а здесь уже побольше прошло ладно не страшно начальные раунды потерять немного хп это вообще максимально не страшно я так давно боссов не проходил знаете уже столько всего забыл если честно поэтому надеюсь что все будет у нас хорошо сейчас наверно я уже буду копить на банановую ферму если так посмотреть то на этой карте нет прям большого количества мест где можно их разместить но переживем тут зато можно объем флибустеров поставить немало чем мы собственно наверное будем заниматься они тоже приносят дополнительные деньги поэтому это радует это все очень хорошо пока что у нас взял с дротиком про молодец только ее похвалил и вот посмотрите на этих двух шаров наглых они еще так не торопятся идут себе спокойно летят довольны так вот наконец-то давайте вот сюда вставим смотрите так стать все больше и больше начинает пролетать надо будет уже задуматься о том чтобы ставить еще кого-то потому что видно что одна обезьяна у нас не справляется кого бы нам тогда поставить чтобы облегчить себе жизнь или же просто арбалетчику прокачаем давайте пока просто арбалетчику прокачаю вот так вот будем смотреть так ему точно будет намного проще намного легче смотрите как он сейчас хорошо начинает бить и можем теперь спокойно прокачиваете нашу банановую ферму так а тут цены то недорогие какая-то сложность это средняя из по количеству хп смотреть то вроде бы да потому что я смотрю что то у нас это довольно таки дешевая прокачка получается уже 13 раунд до появления первого босса 27 раундов наверное я сразу же буду копить на оба на новую ферму вторую что мы так поставили они сразу две приносили денег окупались постепенно сейчас вот так вот еще до масштабного производства до качаем будем копить на первый рынок ты лака посмотрите то там опасные моменты были чуть чуть и пролетела бы пару шаров вообще все нормально так все у нас хорошо о денег что-то так много привалило это очень круто так надо бы вспоминать что тут вообще да как из босса как я помню потом будет вылетать очень много всяких шаров причем довольно таки сложных поэтому какой молодец вы видели то есть он вот так офигеть не зря моему так радиус прокачали очень полезно так тут еще токно стрелять стрелять чуть пропустил ну да ладно ему можно нему мы разрешаем так вот как круто и тем временем 23 раунд а вас уже два рынка есть 24 неплохие темпы как по мне вроде будет довольно таки быстро и у нас развитие идет так блин тут этот пролетит ну ладно сейчас еще будем один рынок прокачивать ой нет немного задумался а ведь лучше бы нам тут поставить сейчас объеденную мага так как свинец на подходе свинец это довольно таки опасно то есть на следующем раунде у нас он уже пойдет и тогда все теперь мы просто в ожидании можем дальше идти прокачиваться наши банановые фермы невероятные так вот этот самый свинец всем плюс рынок и хуже 3 4 будет тут же только что было белое же мог поставить о тяжело посмотрите там один пиксель о смог ой тут уже на самом деле об зине с дротиками одно и сложно поэтому не зря у нас тут есть обзяна маг очень хорошо она им помогает так вот здесь мы поставим пятую ферму прокача моя до рынка и и начнем уже к боссу готовится в том что босс у нас уже через семь раундов семь раундов это довольно таки уже мало так все еще один рынок есть нам надо бы поставить сейчас куда-нибудь бомба метатель куда бы его так поставить чтобы нормально было я бы хотел куда-нибудь вот сюда по крайней мере посмотреть да и то есть у него так хочет что здесь он полностью задевает тут еще хороший радиус и здесь нормально еще если мы прокачаем до убийцы мол то не еще увеличится неплохо как по мне так но на этом мы не должны останавливаться это уж точно сюда мы поставим шпилька мед я бы еще до некроманта прокачал этого мага а деньги то очень хорошо на самом деле идут это классно что нам прям позволяет очень много его поставить очень много всего прокачать еще по приколу давайте поставим здесь клеймёчка просто сердце чувствует что он он нам поможет я надеюсь на это просто потом когда у нас много шаров полетит будет проблемно так выстреливаем в него тут сразу же так чтобы нам тут еще прокачать давайте тут на выходе поставлю наш завод поставим здесь еще лебустьера вот так вот прокачаем его даже еще одного так сразу сделать так вот отрегинилась скилл наш и почти уже как бы первую шкалу моему уничтожили да да тут вылетает они все на замедлении и мы это уничтожили к счастью так давайте я еще также сюда поставлю блин так прокачал да ладно ставлю нашего ниндзя чтобы он еще кидал свои штуки которые будут взрываться и наносить липкие бомбы блин на самом деле как опасно и стремно но вроде пока что у нас все идет очень даже нормально так последняя волна должна быть тоже зачищена легко блин реально нормально все так прошли причем еще сейчас денег много с когда пьем и сразу начнем ставить больше фирм так первый класс пройден спасибо большое так сразу же нам тут еще один рынок плюс два рынка уже надо будет еще больше поставить так до следующего босса 13 раундов нормально то есть времени еще немало у нас есть можем пока что прокачиваться правда если так посмотреть то почти место под рынке уже заканчивается это мне что-то не очень нравится с учетом того что у нас их как бы немного на данный момент всего 8 но тут шпилька мед и завод прям неплохо помогли как мне кажется а вот сюда еще получается и некромант мне кажется нам прям некромант очень сильно помог прям очень хорошо всех устанавливал по еще одна ферма в лесу будет находим места нам все надо нам нужны больше денег так с мобом этом легко расправились а тут еще можно выделить в лесу о сюда это нам надо так еще вот здесь можно и все на данный момент наверно нам хватит потом я что мы еще вот так вот либо стера будем прокачивать потом вообще сложности пока что никаких не будет поэтому можем вкладываться в наших обезьян так ее тут немного прокачаем чем бы нет блин точно этот вспомнил мы ведь друидов можем поставить крутых то есть вот так вот сделаем окружим его он тут у нас будет самый главный так вроде бы все тут помещаются продаем заново ставим пока тут просто чё нам нам не обязательно сразу же блин я не так поставил все не так прокачал все давайте еще один дубль ладно вы богаты и тут ничего страшного не так кажется у нас в любом случае все будет хорошо так радиусы у них тут увеличивается причем невероятно так вот все это уже на самом деле они очень хорошо забавлены потом еще его прокачаем до воплощения растет еще потом как раз таки бомбометатель этот продадим и на этом месте наверное поставим деревню и прокачаем ее на то чтобы они видели все типы шаров тогда вообще будет все классно и все будет легко а так я думаю если что то может быть уже этой командой мы сможем справиться следующим боссом но на всякий случай я лучше буду сейчас копить деньги чтобы если что докачать этого друида хуже от этого нам не станет так выстреливаем тут блин 75 тысяч на самом деле это немало 5000 мы уже пробили так тут вот пока что прям знаете ну очень маленький урон проходит по нему но при этом мы уже умудрились ему пробить 15 тысяч видимо все таки нам надо прокачивать друида и нам осталось на него 13 тысяч зато после того как мы его прокачаем у нас уже сразу же впадет это невероятное количество денег хоть то что-то подлагала так справились зачистили давайте давайте нам надо еще 8000 но мой ему снесли уже 25 хотя он пролетел не так много то есть все идет по плану как мне кажется я это буду называть своим планом так все бассейнера здесь посмотрите сразу какой урон поиск что так много шаров то он отправляет но друид со всеми справляться он прям вообще не жалеет максимально все уничтожает вот это то что нам надо второй класс уничтожен все идет хорошо наверное пришла пора сейчас будем копить деньги чтобы прокачивать наши банановые фермы потому что этого друида который у нас уже есть его хватит чтобы пробить потом еще следующий класс как меню а давайте вот сюда поставим и мы можем сохранить бомбометатель так вот тут еще сейчас радиус увеличиваем до следовательно у нас все попадает под него надо обезьянью разведку прокачать и теперь вообще не будет проблем нас этот друид будет уничтожать абсолютно всех его потом еще можно будет забавить от алхимика и тогда вообще будет классно а теперь будем просто копить деньги копим и смотрим надо скилл бендер на заезжать потому что все таки он дополнительная дает первое есть центральная наша центральный рынок точнее до появления босса один сразу еще довольно таки долго за это время мы еще спокойно наверное даже успеем все наши рынки прокачать но мне кажется что у нас действительно хватает силы чтобы справиться со следующим классом нам не не стоит ничего дополнительного покупать так еще это пока проверил можем просто поставить еще других флибустеров и потом прокачивать их на верхнюю линию чтобы они тоже урон набирали вот авианосец типа он прикольный довольно таки урона нормально наносит это чтобы у нас парагон был но не самым слабым знаете а потом под конец такой взял и затащил так все уезжаем друг это уже 80000 нанес бомбометатель тоже нормально обзем с дротиками вообще крутая давайте давайте идите идите мы готовы ко всему мы прям очень круто мне прям нравится потом на всякий случай наверное завод прокачан до последней ну полностью на нижнюю линию чтобы она у нас была как последняя защита такая если уж будет совсем все плохо а мне кажется такого не будет подстраховка подстраховка это очень важно так то взрываем используем скилл им центральный рынок прокачиваем и все получаем то что как и надо смотрите кстати тут уже 6000 неплохо идет то есть он со временем еще будет больше набирать и потом будет только лучше а друид молодец друид себя на боссе прям очень классно показывает то есть для первых классов я считаю он прям незаменимый очень крутой так еще один рынок идем дальше 77 раунд неплохо бенджамин в лесах как ты 13 уровень у него у него уже и 20000 он нам принес какой все таки крутой герой вот знаете у него нет такого что он прям дамажит дамажит но он усиливает дает деньги дают бонусы на деньги а еще самое крутое обычно когда ты на 40 раунде ты как-то так прокачивался что тебе все равно немного страшно идти на все эти против моба а он кидает на него вирус из моба ничего не вылетает жизнь максимально облегчает прям круто вот используем дальше надо ферму прокачивать сколько штамм шаров офигеть их там реально даже друид не успел от всех добить но у нас тут есть немаленькая под страховка к счастью то всех должны мы уничтожать куча растущих шаров и как раз классно что они пролетают здесь а эта деревня как бы не дает им регенерировать ощущается удивился в том что здесь у нашей деревне есть ограничения то есть мы не можем прокачивать усиление хотя если честно я в принципе это этим и не пользовался прям уж так сильно хотя это действительно очень полезный скилл только против плеча маги лорда него лучше не использовать вроде бы потому что он может пожирать и там все так у босса 350 тысяч офигеть конечно так первые 50 тысяч мы ему уже смесли конечно много у него довольно таки я даже забыл что прям так много после 75 сразу же 350 разница большая в этом плане так ну 100000 ему уже снесли конечно в основном это был все друид сколько у него уже 250 тысяч даже давайте сейчас вот наведемся на него и будем смотреть как у него будет расти вот этот урод посмотрите как он вообще максимально быстро начнет расти и ведь это все по главному боссу и но иногда попадает по другим еще ой что у нас так много денег накопилось я же не понял прикола так давайте тут это прокачаем удруида уже 380 тысяч урона у босса 133 тысячи так давайте флагманский авианосец докачаем теперь он тоже будет еще неплохо урона наносить так и последние 85 тысяч у босса так ну все да с этим мы точно справляемся правда для следующего класса уже проблема то есть сейчас мы начнем копить деньги и к следующему классу будем стараться приблизиться к парагону максимально поэтому я сейчас вот так вот возьму ой третий класс я ждут нечаянно одену флибу стера полностью докачал ну да ладно будет больше нам денег приносить облегчить нам задачу все равно у нас на данный момент все фермы прокачены и пора нам еще получать дополнительные деньги отсюда чем мы сейчас и будем заниматься также урона они добавляют очень много из так по сути посмотреть так берем дольше прокачиваем 86 раунд пока все нормально идет денег с каждым раундом нам все больше больше дается к счастью поэтому пока что не боимся и тратим их и еще нафиг случае оставлю тут вот это флибу стера я уж запутался чуть неправильно его начал выговаривать так и теперь у нас здесь главарь пиратов будем еще его скил использовать это тоже дополнительное много урона что для нас как раз таки и надо так еще помещается офигеть ну тут уже все наверное ой нету ставлю еще есть так но если есть возможность давайте ставить жить конечно у нас тут всего так я видел белое пятно я даже не заменял как мы накопили 60 тысяч с учетом того как я сейчас все тратил тратил ну все я думаю что столько нам хватит то есть сейчас нам каждый из них будет приносить денег 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 немало тут уже 13000 плюс эти все банановые фермы прокачены как тут скилл эти используем дополнительный урон 200000 210 блин это круто так давайте тут это удалим прокачивать наверное мы будем это хотя я не знаю зависит ли от того как какую обезьяну мы прокачиваем то есть может быть надо прокачивать самую крутую которую больше всех урод нанесло или же без разницы главное чтобы просто все остальные наносили тоже немалый урон это вот будем смотреть так 41000 тут уже 240 неплохо и тут нам надо полмиллиона почти половина у нас уже есть и при этом еще целых шесть раундов за 6 раундов мы еще наверное даже успеем накопить кстати как мне кажется так но друид вот он нас прям спас в самом начале и сейчас он уже нанес 640 тысяч урона это очень много это очень классно с учетом того что мы смогли довольно таки быстро на него накопить так и еще благодаря вот этой вот обезьяне деревня друид очень хорошо вот справляется со всеми этими мобами но это не моба это дтт постепенно стараюсь допоминать их нормальные названия а то это какое-то неуважение получается это все смотрим чтобы нормально потом произносить говорить так 300 тысяч есть осталось меньше 200 забираем тут все 85 тысяч 330 и тут еще много по мелочи набрали денег мы в принципе на них очень много потратили поэтому может быть у нас будет довольно таки высокая степень парагона как минимум я буду очень сильно это надеяться так что у нас тут что у нас тут вот все забираем что-то довольно таких там так много и много даже опасно было по крайней мере мне немного не по себе от этого хотя нормально по итогу все хорошо идут если что нас же друид может и здесь подстраховать и тут такая линия этих обезьян-флебустеров невероятная на самом деле так что то тут опасно вы посмотрите как они далеко пролетают так почти накопили у него 750 тысяч давайте еще 2000 то и наверное все таки вот это будем прокачивать хотя у этих явно урона больше давайте создаем 37 37 степень что как у нас по урону я ничего не вижу что это происходит посмотрите какой урон офигеть он просто сразу же уже почти миллион урона я ничего не вижу из этих обезьян зебр так лично тут шипы прокачиваем все справились четвертым классом причем спокойно ну как я считаю все типа игра пройдена следующим классом у нас тоже не будет никаких проблем вы посмотрите как он просто мгновенно их забирает какой же он крутой все таким так тут будем на всякий случай все равно немного прокачивается становиться сильнее не тустав да блин так не то так как сложно поставить я хочу поставить сюда алхимика он же тут горел белым ладно вот сюда будет так на тут проверить что просто атакует быстрее лишает меньше рыве также усиливать зелия стимулятора то есть нам надо вот так и и типа о мы уже накопили столько денег теперь с отварами со всем вот этим вот урон будет от них невероятный на кого вечный отвар давайте на всех вечный отвар кидай он нам тут точно пригодится так можно бы еще где нас поставить которая не ставится почему не ставит троги вместо то нормально если так посмотреть докатились сейчас сижу и пытаюсь это а тут где-то было вот поместилось ну и мы уже почти накопили стоит 20000 с учетом того что мы довольно таки и не так уж и много поставили банановых ферн нас очень неплохо обстоят дела то есть довольно таки быстро мы тут на все накопили все у нас хорошо четыре с половиной миллиона урона у нашего парагона с 37 степенью это что-то невероятное я потом хочу попробовать записать видео где мы будем создавать парагоны с сотой степенью я еще ни разу кстати такого не делал даже у себя хочу посмотреть как это вообще работает и записать на видео как раз таки очень интересно посмотреть в чем разница будет заключаться между обычного парагона и парагон с сотой степени все таки как я считаю разница у них должна быть так до последнего босса у нас 6 раундов так все они тут уже под прокачены под вечным отваром давайте эту прокачаем эту прокачаем здесь наверх вкачаем вот не хочу принца тьмы вкачивать потому что эти дирижабли будут на весь экран нам тут загораживать извини конечно ты очень силен я его максимально часто использую но на видео зачастую это такое такое себе мне кажется это действительно мешает картинке ну так же как вот обезьяна ас тоже может немного мешать но без нее уже реально никуда посмотрите 6 миллионов 700 тысяч и эта цифра непрерывно растет какой он все таки классный мне действительно кажется что он сейчас самый сильный парагон как будто с каждым разом все сильнее и сильнее выпускаются до этого был ниндзя парагон который тоже очень сильный но сейчас вот так вообще получается так у него 3 миллиона хп наш последний босс и будем смотреть что да как 200 тысяч мы ему уже снесли так 300 тысяч снесли там и 400 вот вот у обезьяна ас то уже посмотрите почти 650 тысяч урона я хочу еще немного проследить за прогоном как у него тут будет урон максимально быстро у него возрастает опять что ты немного аж подлагала даже тем временем у него точнее у нашего босса уже осталось 1 миллион 700 тысяч хп то есть практически половину мы ему уже пробили хотя он тут в самом начале вы понимаете он еще первый круг даже не сделал а тут еще кучу кругов так смотрим почти 10 миллионов урона у него уже и мне как раз таки вот очень нравится этот новый парагон в том плане что он не обязан быть рядом посмотрите тут даже в его радиусе никого нет а он наносит такой вот невероятный урон я конечно не знаю как он убьет поблизости если в радиусе его потому что почти никто до этого не доходит никто не доживает до него он очень крутой так так последние 750 тысяч хп осталось это прям разрыв уничтожение максимального босса мне кажется что его даже против элитного можно спокойно так же использовать и ну и на тех случаях можно добавить еще обезьян ниндзя парагона и они вдвоем точно все уничтожат всех переживут и победа будет в кармане все уничтожили как он там вообще ничего не дает победа блунариус побежден с первого попытки нашей шаров пробито почти 15 миллионов в башене размещено 51 штука получено денег полтора миллиона пробито муап 6000 использование способность 91 объединенная звезда это конечно же наш парагон с 11 миллионами уронов это очень много получаем нашу награду очень крутую играть снова я пока что не хочу я считаю что все вышло у нас достойно элитного босса открыли может быть потом постараюсь также пройти элитного босса и посмотрим на что он будет способен а на этом я наверное буду заканчивать серию я надеюсь она вам понравилась ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока